всем привет дорогие друзья вы на канале life up начинаем сегодня у нас снова источник питания vr15.2 которому мы приделали разъем usb тем самым добавив немного функционала а сегодня мы поработаем немного над надежностью нашего устройства поехали разбираем наш аппарат откручиваем наш usb разъем провода мы немного переделаем чтобы так постоянно не откручивать отсоединяем все разъемы с основной платы снимаем ручки регулировки и откручиваем гайки теперь немного о конкретике это конечно же слабый диодный мост заменим на более надежной 25 амперный разрывной резистор поставим на 10 ватт более емкий конденсатор на 4 700 микрофарад заменим пару выходных транзисторов резистор на 150 ом заменим резистором на 390 ом 2 ватта ну и заменим пару резисторов для настройки фиксированного значения ну и сначала снимем с платы все заменяемые элементы выходной транзистор резисторы для настройки фиксированного значения эсэрбэйс 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 разрывной резистор резистор на 150 ом Сан-Йор Ну и диодный мост. А теперь сравните старый и новый диодный мост, насколько различаются они в размере. Ну вот загвоздочка, из-за различия в размере, новый диодный мост просто-напросто не подходит в старое место для установки. Поэтому выходы мы немного переделаем. Отчекрыжим три выхода, оставив только не носовой контакт. И припаяем медную проволоку достаточной длины, чтобы сделать новые выводы, подходящие в место для установки. Вот так красиво и аккуратно получилось. Плюс и минус заизолируем термоусадку. Ставим на место и припаиваем. Мост на месте, займемся кондером. Отличия в размере также очевидны. 2,2, точнее 2,200 против 4,700. Но проблем с установкой не возникнет, так как места внутри достаточное до установки такого конденсатора. Ставим на место и обрезаем излишки контактов. Теперь поставим пару выходного транзистора КТ-816Г. Учитывайте расположение коллектора, базы и омиттера при установке. Излишки контактов также обрезаем. Установим резистор 390 Ом вместо нашего старого 150 Ом. Ну и установим пару резисторов 1,5 кОм и 820 Ом для настройки фиксированного значения напряжения. Ну вот, все стоит на месте, за исключением разрывного резистора, который я установлю чуть позже, на 10 Вт. Теперь необходимо очистить плату от остатка и плюса. Также заменим главный выходной транзистор. Отправим контакты. И откручиваем гайки. Новый транзистор также с более лучшими характеристиками. Ставим на место и припаиваем, не забывая про выводы транзистора. Ну вот и все, вся электронная начинка у нас стоит на своих местах. Теперь позаботимся об охлаждении нашего источника питания. Поставим сюда кулер на 12 В. Для этого на крышке нам нужно проделать отверстие. Наклеим малярный скотч для удобства. И разметим место для посадки нашего кулера. Наметим отверстие для крепления. И срежем углы. При работе с такого рода инструментами, особенно в квартире, старайтесь обезопасить себя и своих близких. Потому что бывают вот такие случаи. Слава богу, никто не пострадал. Разве что осколки по всей комнате. У нас ничего не остановит. Продолжаем дальше медленно, но верно. Пропил закончили. Вылавляем окошко для нашего кулера. И просверливаем отверстие для крепления. Все хорошенечко зашлифовываем от заусенцев. Поставлю сетку, так как кулер будет работать на обдув. Чтобы избежать попадания пыли. Сладим все это дело на болты и затягиваем. Ну вот, в принципе, все готово. Сидит как будто бы с магазина. Красиво, аккуратно. Вот, кстати, поставил разъемной резистор на 10 ватт. Из-за размера пришлось его припаять снизу. Ставим плату на место. Все прикручиваем, затягиваем. Подсоединяем все разъемчики. Ну и включаем для проверки. Ну вот, в принципе, все работает. Разве что осталось нам настроить фиксированные значения напряжения и выводимые информации на дисплей. С помощью вот этих 5 регуляторов мы будем настраивать фиксированные значения напряжения. Самый дальний мы настроим на 1,5 вольта. Затем 3,7 вольта. Но я уже подкручивал, поэтому так уже и стоит. 5 вольт. 9. Ну и 12 вольт. Теперь настроим показания напряжения, выводимые на дисплей источника питания с помощью вот этого регулятора. У нас почти все в норме, разве что немножко нужно подкрутить. Ну и проверим все показания. Все, бенч. Теперь настроим показания амперметра. Настраивать будем с помощью диодной лампочки на 12 вольт 3,5 ватта. При этом ее потребление где-то 0,29 мА. Как вы видите, пока у нас ничто не отображается. Настраивать будем с помощью этих двух регуляторов. Подкручиваем и добиваемся нашего значения. И так как перескакивает через два, установим его на 0,28 мА. Кулер будем подключать к этим двум контактам на информационной плате. Правый плюс, левый минус. Теперь проверяем. Все работает. Продолжение следует... Теперь собираем наш источник питания. Ну и финальная проверка, все работает, пулер крутится. И так как он у нас запитан, можно сказать, напрямую, так же отображается его потребление по 70 мА. В будущем, конечно же, лучше кулер посадить на отдельный блок питания, а так же посадить основной транзистор на радиатор и обеспечить его дополнительным охлаждением. Но это все смотрите в будущих сериях, а пока что наш блок питания готов к испытанию диодных ламп. И это будет мегатест! Субтитры сделал DimaTorzok